Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру представляет цикл бесед по книге Бытия. Сегодня мы с вами читаем 17 главу. Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему, Я Бог всемогущий, ходи предо мной, будь непорочен. И поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма-весьма размножу тебя. И пал Авраам на лицо свое, и Бог продолжал говорить с ним и сказал, Я вот завет мой с тобою, ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты больше называться Авраам, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов, и весьма-весьма расположу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя. И поставлю завет мой между мною, и между тобою, и между потомками твоими после тебя, в роды их завет вечный, в том, что я буду Богом твоим, и потомков твоих после тебя, и дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю ханаанскую, воводение вечное, и буду им Богом. Проходит еще время. Авраам 99 лет, и Господь явился Аврааму и говорит ему, Я Бог всемогущий, ходи предо мной и будь непорочен. Он всемогущий Бог, то есть не просто один из богов, не просто одно из тех многочисленных сверхъестественных существ, которым люди поклонялись. Нет, он Бог в абсолютном смысле, Бог всемогущий. Ходи предо мною. Ходить, это в Библии означает жить, живи предо мною. То есть живи перед лицом Божиим. Верующий человек, он живет, как бы представляя перед собой невидимого Бога, понимая, что каждый его шаг находится, проходит перед Божьим лицом. Все его поступки известны Богу. И будь непорочен, то есть удаляйся от всякого греха. Поставлю завет мой между мной и между тобою. И весьма-весьма размножу тебя. Завет – это соглашение, договор. Но когда мы говорим слово «договор», в этом часто есть такой холодноватый оттенок, как будто мы обычно не заключаем договоров с близкими людьми. Но завет содержит оттенок тепла, близости. Например, брак можно назвать заветом. И завет, в отличие от договора, он охватывает всю жизнь человека. Как брак в этом отношении. И завет, он вечный. Если договор, ну, заключили договор о кредите, выплатили и забыли. Завет, он вечный. Вы соединяете вашу жизнь с жизнью другого навсегда. И вот Бог устанавливает завет с Авраамом. И это вечный завет, который не может быть расторгнут. Это вечный завет, который охватывает всю жизнь Авраама. «Я, вот завет мой с тобою, ты будешь отцом множества народов». То есть, Бог говорит Аврааму, что у тебя есть обязательство в рамках этого завета. Ходи предо мной и будь непорочен. У меня есть обязательство. Я беру на себя такое обязательство в рамках этого завета. Ты будешь отцом множества народов. Бог сделает Авраама отцом множества народов. Бог устанавливает с Авраамом эти отношения завета. «И весьма-весьма расположу тебя и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя. И поставлю завет мой между мною и тобой, между потомками твоими, после тебя, в роды их. Завет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомком твоих после тебя». Бог устанавливает завет с Авраамом и с его потомками. Бог является Богом Авраама и его потомков. И это момент, когда Бог устанавливает завет со всеми нами, поскольку мы все во Христе через крещение являемся потомками Авраама. Потомки Авраама – это в ближайшем, в историческом смысле, это еврейский народ, это ветхозаветный Израиль. И речь здесь идет не только и не столько даже о физических потомках, сколько о людях, которые принадлежат к дому Авраама, то есть его потомки физические плюс люди, в разное время присоединившиеся к дому Авраама. Сыны такого-то в Библии и вообще в древнем слове употребления означают не обязательно физические потомки, но люди, принадлежащие к дому такого-то. Ну, как, например, клан Маклаудов – это потомки человека по имени Маклауд, который жил где-то в эпоху викингов, но также и люди, присоединившиеся в разное время к этому клану Маклаудов, чтобы вместе жить, вместе отбиваться от врагов. И так они стали одним кланом. И вот Авраам будет иметь многочисленнейшее потомство, которое будет состоять не только из его физических потомков, но и из его потомков духовных. В духовном отношении мы все, кто поверил в Бога Авраамова, мы все, крещенные во Христа, являемся участниками в этом завете, мы являемся в духовном смысле потомками Авраама, и мы входим в этот завет с Богом. И сказал Бог Аврааму, «Ты же соблюди завет мой, ты и потомки твои после тебя в роды их. Сие завет мой, который вы должны соблюдать между мною и между вами, и между потомками твоими после тебя в роды их, да будет у вас обрезан весь мужеский пол. Обрезывайте крайнюю плоть вашу, сие да будет знамением завета между мною и вами. Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенец мужеского пола, рожденный в доме и купленный за серебро у какого-нибудь иноплеменника, который не от твоего семени». Тут как раз упоминается, что к завету может принадлежать также и младенец мужеского пола, купленный у иноплеменника. Мы уже в этот момент видим, что в завет входят не только физические потомки Авраама, но и те, кто были приняты в этот дом Авраама. «Непременно да будет обрезан рожденный в доме твоем и купленный за серебро твое, и будет завет мой на теле вашим заветом вечным. Необрезанный же мужеского пола, который не обрежет крайней плоти в свои восьмой день, истребится душа ты из народа моего, ибо он нарушил завет мой». Этот обряд обрезания нужно было совершать над всем мужеским полом потомков Авраама, вот всех, кто принадлежал к Авраамову дому. И это поднимает очень интересный вопрос о соотношении, так сказать, внешнего и внутреннего, о соотношении обычая такого внешнего обряда и внутренней сердечной веры в Бога. Поскольку, ну, можно было бы сказать, зачем вообще это обрезание? Ну, зачем? В сердце-то мы верим в Бога. Верим. В чем тогда проблема? Но Библия говорит о том, что эта вера в Бога должна была быть засвидетельствована на тот момент в определенном внешнем акте, в обрезании. Если человек не обрезан, он этим показывает, что он просто не верит. И это не только так в отношениях с Богом, это так в отношениях даже между людьми. Ну, например, два человека заключают договор, принимают на себя какие-то обязательства, и в нашей культуре принято подписывать определенную бумагу. И если человек скажет, ну, а зачем подписывать бумагу? Мы же в сердце своем заключили этот договор. То это вызовет сильные сомнения, а хочет ли он вообще договариваться. Или мужчина говорит женщине, ну, мы же любим друг друга, давай будем жить вместе, зачем нам подписывать все эти бумажки в ЗАГСе? И это вызовет некое сомнение в отношении серьезности его намерений быть действительно мужем этой женщины. И если мы имеем веру, и она не проявляется в обрядах, она не проявляется в исполнении тех обрядовых действий, которые Бог установил, ну, похоже, что у нас ее просто нет. По крайней мере, мы видим здесь, что Бог говорит о том, что человек, который не исполняет это повеление об обрезании, данное Аврааму в тот момент, он не принадлежит к этому завету. «И сказал Бог Аврааму, Сару, жену твою, не называй Саррую, но будет имя ей Сарра». То есть имя и Авраама, и Сара претерпевают некоторые изменения после того, как они вступают в завет. Это показывает ту глубокую перемену в их жизни, которую этот завет означает. Ну, это примерно как у нас есть обычаи, когда женщина выходит замуж, ее начинают называть фамилией мужа. Это показывает, что в ее жизни произошла вот эта глубокая перемена. Она теперь замужняя женщина. И вот завет с Богом предполагает изменение имени Авраама и Сары, и это показывает, что теперь они в завете с Богом. «Я богословлю ее, и дам тебе от нее сына. Богословлю ее, и произойдут от нее народы, и цари народов произойдут от нее». То есть, проходят десятилетия, и Сара бесплодна. И Бог просто повторяет это обетование. Он говорит, «Богословлю ее, произойдут от нее народы, и цари народов произойдут от нее». И Авраам этим поражен. И пал Авраам на лицо свое, и рассмеялся, и сказал сам в себе, «Неужели от столетнего будет сын? И Сара, девяностолетняя, неужели родит?» И сказал Авраам Богу, «О, хотя бы Измаил, жив был пред лицом твоим». И мы видим здесь, что у Авраама это вызывает такой приступ иронии, такого нервного смеха. Ну, как вообще такое может быть? А вот мне уже сто лет, уже Сарик девяносто. Какое многочисленное потомство? Какой сын? О чем вообще речь может идти? Хотя бы Измаил был жив пред лицом твоим. Ну, хотя бы вот у меня есть сын от служанки, ну, хотя бы он был жив. Бог же сказал Аврааму, «Именно Сара, жена твоя, родит тебе сына, и ты наречешь ему имя Исаак. И поставлю завет мой с ним заветом вечным, в том, что я буду Богом ему и потомству его после него. И об Измаиле я услышал тебя. Вот я богословлю его и возвращу его, и весьма и весьма размножу. Двенадцать князей родятся от него, и я произведу от него великий народ. Но завет мой поставлю с Исааком, которого родит тебе Сара все самое время на другой год». И Бог перестал говорить с Авраамом и вошел от него. То есть Бог подтверждает свое обетование. Да, это чудо. Да, так не бывает. Но тем не менее это произойдет. «И взял Авраам из Моего, сына своего, и всех рожденных в доме своем, и всех купленных за серебро свое, весь мужеский пол людей от дома Авраамова, и обрезал крайнюю потих в тот самый день, как сказал ему Бог». И мы видим, что Авраам, хотя он и высказывает сомнения, он сохраняет веру в Бога. Авраам недоумевает в отношении того, что ему обещано. «Ну, как может быть? Как может быть? Я столетний старик, у меня жена 90-летняя старуха. Как может родиться сын?» Но мы видим здесь, что Авраам сохраняет веру в Бога, и эта вера проявляется в послушании. Да, у него есть сомнения. Но он решает повиноваться Богу. Бог сказал совершить обрезание, он его совершает. Авраам был 99 лет, когда была обрезана крайняя плоть его, а Измаил, сын его, был 13 лет, когда была обрезана крайняя плоть его. В тот же самый день обрезаны были Авраам и Измаил, сын его, и с ним обрезан был весь мужеский пол дома его, рожденные в доме, купленные за серебро у иноплеменников. И Авраам выполняет это требование завета, и он этот завет с Богом принимает, с верой. Бог ему дает обетование, и Авраам живет и действует, исходя из этого обетования, хотя оно еще не исполнилось. И по всем человеческим соображениям, по всем человеческим меркам, исполниться не может никогда, потому что они глубокие старики. Но Авраам решает поверить Богу. И в этом отношении Библия показывает нам его как пример веры. Мы с вами прочитали 17-ю главу книги Бытия. Мы читаем Писание в рамках библейского портала Экзегет.ру Экземия Писание Их Продолжение следует...